Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 4 августа. Равноапостольный священно-мученик Косма в миру Константин был родом из Этолии. Он обучался сначала на родине под руководством архидиакона Анании Дервишана, а затем завершил свое образование на Святой Афонской горе в Атапевском училище у таких известнейших в то время учителей, как Николай Царцулия из Мизовы и Евгений Булгарис, впоследствии в 1775-79 годах архиепископ Екитернославский Херсонский. Оставшись на Афоне, в филотейской обители, для преуспевания в духовных трудах, он был пострижен там в иноческий чин с именем Косма, а затем рукоположен вера монаха. В стремлении направить на путь спасения и укрепить в вере братьев-христиан побудило Святого Косму испросить благословения духовных отцов и уйти в Константинополь. Там он, овладев искусством красноречия и получив письменное дозволение у патриарха Серафима II, а позднее и у его преемника Сафрония проповедовать Святой Евангелие, стал возвещать его сначала в церквах Константинополя и окрестных селениях, затем в придунайских княжествах, в Фессалониках, в Вере, в Македонии, в областях Химаре, Акарнане и Этолии, на островах Святой Мавры, Кефалонии и других местах. Его проповедь, исполненная благодатью Святого Духа, простая, спокойная и кроткая, приносила христианам великую духовную пользу. Как и святым своим апостолам, сам Господь поспешистовал ему, утверждав слово его знамениями и чудесами. Проповедуя в Албании, в тех отдаленных местах ее, где христианское благочестие было почти утрачено, среди одичавших и огрубевших людей, закосневших в грехах, Святой Косма, Словом Божиим, приводил их к искреннему покаянию и исправлению. По его наставлению в селах открывались церковные училища. Богатые жертвовали свои средства на благоустройство церквей, на покупку священных книг, которые Святой раздавал грамотным, покрывал, которыми он наделял женщин, увещевая их ходить с покрытыми головами, теток и крестов, которые он раздавал простому народу. Так как в церкви не вмещали всех желавших послушать мудрого проповедника, Святой Косма с собором Иереев совершал бдение в полях, на площадях, где тысячи людей молились о живых и усопших, и назидались его наставлениями. И везде, где останавливался Святой Косма и говорил свою проповедь, благодарные слушатели воздвигали большие деревянные кресты, которые оставались навсегда в память об этом. Апостольское служение Святого Космы завершилось мученической смертью в 1779 году. В 65-летнем возрасте по наветам иудеев он был предан туркам и удавлен. Тело его было брошено в реку, а через три дня обретено священником Марком и предано погребению близ селения Каликантасе в Ордивусском монастыре введения во храм Пресвятой Богородицы. Впоследствии частицы мощей Священного Мученика были перенесены на благословение в разные места. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.